Делегация Пермского края сегодня посетила Башкортостан. Главы аграрных ведомств обсудили республиканский опыт строительства современных молочных ферм с применением каркасно-тентовых конструкций. Во встрече также приняли участие инвесторы, которые хотят развивать в Пермском крае молочное животноводство. Для гостей подготовили насыщенную программу. Они посетят предприятия и хозяйства, где изготавливаются и используются быстровозводимые тентовые конструкции. Среди них компания «Артемиды» в Крамоскалинском районе, Ильишевское ремонтно-техническое предприятие, СПК «Колхоз» имени Куйбышева и другие. У нас, конечно, сектор АПК поменьше, чем Башкортостан, но при всем при этом очень хорошая динамика по объему инвестиций. Думаю, что мы сегодня три крупных компании пермские приехали посмотреть ваш опыт. Я думаю, что на следующий год мы уже всерьез рассмотрим реализацию таких проектов и у нас. По словам вице-премьера Ильшата Фазрахманова, в республике поставлена работа по созданию новых моделей индустриальных ферм. На сегодняшний день в Башкортостане два основных производителя тентовых конструкций – «Агрорешение» и «Ильишевский РТП». Около 40 объектов в семи хозяйствах уже построены за последние 3-4 года. Такие сооружения снижают для предприятия бюрократическую волокиту и обходятся значительно дешевле. Кроме того, республика продолжит субсидировать фермерам до 40% расходов на покупку такого оборудования. Капитальное сооружение животноводческой фермы, например, Северная Нева Башкирия, на 2800 голов стоимость около 3,5 миллиардов рублей. Если мы говорим о тентовых сооружениях на 1200 голов, нам обошлось около 500-650 миллионов рублей. То есть он несколько раз дешевле и быстрее по возводимости. Из тентованных конструкций возводятся также помещения машин тракторного парка, комбикормового завода, зернохранилища и другие. По словам экспертов, такие сооружения можно поставить, что называется, в чистом поле. Они выдерживают любые погодные условия. Спасибо.